Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую, это Галина Конышева. Это видео внеочередное, не то самое, которое я обещала, анонсировала. Потому что большое видео информационное, оно готовится, но оно требует много времени и осмысления, в том числе, и времени на монтаж. И каждый раз у меня добавляется какая-то новая информация или новые догадки. Поэтому вот так это затягивается. Но и не просто, не только поэтому это затягивается. Например, что касается расследования гибели Юрия Шатунова, я сознательно делаю такие большие паузы. Вот есть блогер, который и днем, и ночью клепает, что называется, на станке, не спит и клепает видео. Но, естественно, начинает выдыхаться, потому что говорить об одном и том же, получается, что как белка в колесе, об одном и том же, об одном и том же, одно и то же. Потому что никакой новой информации ни у кого нет, пока не подкинут с той стороны. С той стороны это что имеется в виду? Вот буквально сегодня, по-моему, вчера или сегодня, появился ролик, который мне уже закидали, наверное, на человек 15, мне его кинули. Я этот канал давно принципиально не смотрю, потому что знаю, что он фейковый. Это канал Шоу Биз, по-моему, как-то называется, или новости шоу-бизнеса, где мужской голос рассказывает о том, как следственный комитет, он там всех уже арестовал, что типа Газманов, там еще кто-то, они уже разобрались, нашли настоящего убийцу. Ребята, неужели вы не понимаете, что это просто клоунада полнейшая, что над вами просто стебутся тот, кто стоит, кто пишет текст этому каналу? Мое мнение, что это канал Разина. Ну, как бы купленный им, и он вот это вот подкидывает. Подкидывает, потому что не успокаивается народ, потому что в чатах ведутся серьезные страсти. Люди понимают, что Шатунов не своей смертью умер, понимают, что это убийство, но ничего не происходит. То есть официальные органы, следственные, они вообще никак не реагируют, и СМИ молчат, и весь этот шоу-бизнес, как воды в рот набрал. Если вот умер Моисеев, то они там сразу побежали на похороны, ну, потому что он их человек, он человек их круга, он их ценности продвигал, Моисеев, чтобы там про него потом не говорили, добрый он, недобрый. Он садомит обыкновенный, он все это продвигал вместе с Пугачевой. Сейчас, значит, на этом фейковом канале шоу-би сказали, что Пугачева виновата, она заказала Шатунова, и ее депортируют из Израиля. И народ ведется просто, просто ведется, как наивные дети из детского сада. Люди, ну вы что? Ну поймите, что даже вот этот сам факт, что Пугачеву депортируют из Израиля, по этому поводу, это просто смешно. Никто никому не депортирует, и вообще как бы она может не иметь никакого отношения к этому делу, скорее всего, не имеет. Но сама их среда, в которой они принадлежат, сатанинская, масонская среда, которой все они давали посвящение, безусловно, она к этому причастна. Так вот в этом видео, в этом маленьком ролике я хочу вам предоставить свой ответ одной моей подписчице. Она мне писала в Телеграме, много аудио. Я, естественно, убираю имя, это персональные данные. Это разговор по поводу традиционной, нетрадиционной. И вообще я ставлю точку в этом вопросе, потому что когда я делала фильм по поводу, кому выгодно продвигать Шатунова вот этим самым нетрадиционщиком, и очень многие в этих чатах, я из них поэтому вышла, они говорят, ой, боимся узнать правду, боимся узнать правду. Значит, они уже эту правду знают, как они полагают, но только боятся ее озвучить или услышать ушами. Но они уже приняли эту правду, которой правдой на самом деле не является. Они приняли этот ложный брос, манипуляцию сознанием, о чем я и говорила в своем фильме, о том, что именно виртуозно владеют манипуляцией сознанием, применяя НЛП. И даже ярые поклонники Юры уже начинают сомневаться, что якобы у него там не было семьи. Да была у него семья, и все там было. А то, что она, эта семья молчит, но пока так, пока молчит. Я как раз отвечаю на этот вопрос одной женщине, вот все ставлю на этом точку и закрываю тему традиционной или нетрадиционной ориентации Шатунова. Я считаю его гетеросексуальным, на этом я ставлю точку. И больше эту тему не обсуждаю, и пресекаю всех, кто мне начинает об этом писать. Нет, что это может быть не так, нет, вот-вот. А вот где доказательства, я не обсуждаю эту тему вообще никак. Для меня он абсолютно гетеросексуал, настоящий мужчина Шатунов. Я исследовала многие его ролики. Поэтому этот фильм, я вам показываю свое аудио, которое от 13 сентября. Потому что, смотрите, эта волна была, и она вот потихонечку затухает, а потом ее опять вбросят. Вот помяните мое слово. Через некоторое время опять начнут вбрасывать эту же информацию по поводу того, что у него нет семьи, у него там не все так просто. И что убили его якобы из-за ревности. Они ничего только не кидают. И народ ловит, ловит и хавит, и ест, и пережевывает, и обсуждает, и разносит, как вороны, эту заразу всякую. Мыслительную вот эту заразу. Это вранье подлое. Того же самого рази. Но он же просто, скажем, мастер на такие штуки. Посмотрите, как он виртуозно всю жизнь врал. Он просто мастер, он профессионал своего дела. Он профессиональный авантюрист, аферист. И я так думаю, что он и закидывает эти все вещи. Именно он. Потому что у Кудряшова просто не тот склад ума. Он по-другому мыслит. Он похож на молчаливого, прожорливого крокодила. А разве он похож на гиену? И вот он бегает на гиену из мультика «Маугли». Не на гиену, а на шакала он похож. Вот из мультика «Маугли». Но и в принципе смесь гиены. Потому что он хищник однозначно. И очень жестокий, на мой взгляд. Изучая вот эту всю историю. И знать бы не надо было. Но сами вылезли, сами полезли со всей этой ситуации. Ну и естественно в конце этого аудио ставлю точку по поводу ориентации. Но не ставлю точку по поводу самого загадочного убийства. Как я считаю. По крайней мере я полагаю, что Шатунов умер не своей смертью. И тому масса подтверждений, масса знаков. А то, что Следственный комитет этим не занимается. Я вам говорила, что во-первых это бизнес структура. Есть ли там серьезные люди, которые сказали, нет, ребята, на вот эти все мы пишем просто отписки. На все заявления быдла так называемого. Они считают народ за быдло. Даже можете в этом не сомневаться. Они именно так и считают. Они считают себя избранными. У них зашкаливает мания величия. А весь остальной народ они считают идиотами, дураками, которые есть пища и ресурс только для них. Вот вижу цель, не вижу препятствий. Все. Поэтому Следственному комитету тоже, по всей видимости, дано такое указание. Поэтому он нигде не дергается. Нет никакого вообще. Вот тишина, да? И письма пишут, и тишина. И никаких ответов. Ни ответов, ни приветов. Ну вот, значит, здесь аудио, а следующие фильмы, они, значит, идут своим чередом. Потому что на это нужно время, на монтаж именно. И да, некоторые слова я запекала, потому что это говорил с приватом разговоре. Это именно мой ответ. То, что мне говорила женщина, наш сам разговор, я, естественно, не передаю эти персональные данные. А свои слова я имею право говорить. Я считаю уместным в данный момент, именно сейчас, дать вам этот разговор в записи. Ваша, дело в том, что я не вижу фотографии, да, поэтому я ничего не могу сказать и обсуждать. И не вижу текста, как это написано. И кто это писал, и какому блогеру это писалось. Сейчас очень много вбросов идет. Я вижу только одно, что сейчас под именем «Правда», не будем назвать это «Правда или нет», идет вброс информации, однозначный вброс, для того, чтобы создалось впечатление, что Шатунов гей. Вот это я вижу точно. Вот, что у него нет никакой семьи, никакой жены, и что он просто гей, и жил он там с этим Кудряшовым или еще с кем-то. Вот это абсолютно очевидная волна, которая идет. Насколько это правда или нет, я не знаю. Я вот, кстати, не верю в это. Вот у меня нет, ну, абсолютно, я не глядя на Шатунова, каким он выступал, я вижу, что это гетеросексуал, уравновешенный сангвиник. То есть у него все в порядке с нервами. А все-таки вот эти вот педрасты, они, у них, видно эта склонность, они нервные. У них есть отклонение именно в их поведенческой реакции. А у Шатунова этого нет. Нет, Шатунов абсолютно в последние годы абсолютно был уравновешенным типом обычного человека, мужчины, умного, мудрого и гетеросексуала. Мало того, он во всех, он давал интервью, ему спрашивали, ему задавали какие-то вопросы, и в этих интервью он говорил, что он не педраст, а что он рассказывает про свои отношения с женщинами, которые лезли к нему изо всех щелей, сами понимаете, эти поклонницы, есть очень навязчивые, есть просто больные. Вот он говорил о том, что у него отношения с женщинами были, есть, вот до семейной еще, когда, до этого момента. И у меня нет пока оснований не верить Шатунову, а верить каким-то комментаторам, которые вдруг сейчас вот стали появляться. Потому что это бы прошло. Мы знаем про всех геев, мы знаем про Киркорова, несмотря на то, что он был женат на Пугачева. Мы знаем про Галкина, мы знаем про Лазарева, хотя они все были под прикрытием, все про них все знают. Там про Билана, все про них все знают. Вот, но, или того же Баскова, хотя он тоже был женат и даже ребенка родил, но известно, что он этой ориентацией. Про Шатунова этого ничего не было. То, что там вокруг них, вокруг Ласкова и педофилии там была, и мальчиков использовали, да, безусловно, конечно, их использовали и продавали. Может быть, в юности где-то и ему пришлось пройти через унижение, хотя, опять-таки, я лично в этом сомневаюсь. Он отличался от всех своим непокорным характером. И он был золотая корова, золотая антилопа, и он мог просто удрать и убежать. Вот так вот, чтобы его там насиловали, и он потом по шесть концертов в день давал. Такого быть не может, он бы просто умер. Но кому-то очень выгодно сейчас эту тему именно его. Именно его, вот его светлый образ, именно поставить вот это. Вот даже вы об этом говорите, что вам страшно узнать правду. А не факт, что это правда. Вот кто сказал, что это правда? Потому что сейчас его нет, он за себя ответить не может. Я, например, эту тему даже, ну, близко к ней подходить не буду в своих видео, потому что это не имеет никакого отношения. Если он, скажем так, к примеру, допустим, он гей, или он там, его что, за это убивать надо? Вот отвезти на дачу и грохнуть? Или отравить? Вот какое это имеет отношение? Если они копают под... Весь ласковый май, это одно дело. А мы сейчас разбираем убийство Шатунова, по большому счету. А не то, кто там, какой ориентации. Ведь правильно, да? Вот мухи отдельно, котлеты отдельно. А что нам предлагают? Нам предлагают все свалить в одну кучу и отвести внимание. И сосредоточить внимание на том, с кем он там жил, с кем он там не жил. Что у него в Германии нет семьи. Опять-таки, это недоказуемо, что у него в Германии нет семьи. Ну, абсолютно недоказуемо. Потому что есть люди, которые не показывают своих родственников, и про них ничего не известно. Про того же Кудряшова ничего не известно. Вообще про его жизнь. Только вот отчасти один дом. Вот даже люди, которые у меня лично, мне писали, которые были знакомы, с братом знакомы, а вот про него ничего не известно. Это не значит, что он не существовал, он там не жил. И про многих людей, которых нет в соцсетях, про них ничего не известно. Это еще ни о чем не говорит, что они не существуют, их не было. Я знаю массу людей, про которых нет никакой информации, но они есть, они живут, у них есть семьи, но про них нет ничего. Люди, скажем так, высоких рангов. Они просто сознательно нигде не пиарятся, нигде никакой информации никому не дают. Но это не значит, что их не существует, их нет. Поэтому здесь я бы не стала Ну скажем так Я советы не даю Но я лично вот эту информацию Отсекаю по поводу гейстов Мне интересно Разобраться именно в том Кто приговорил его И кто это сделал Потому что никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека Вот для меня вот это главное И в приоритете А все остальное я даже не рассматриваю Потому что это не мотив убийства Сейчас пытаются Вот смотрите Сейчас пытаются привести Я это вижу Я поэтому не делаю фильмов Я вижу как это идет накрутка О том что мотив здесь какая-то ревность Этих пидорасов Кто-то кого-то приревновал Это чушь собачья Уводят от главного Его убили не за это Не за то что кто-то кого-то приревновал Мотивов очень много И по деньгам И по масонским делам Здесь кодов просто немерено Здесь очень непростое дело И поэтому следственный комитет там не дергается Потому что там наверху идут дела Наверх На самые Вот такой разговор Мой ответ получился И то что я прихожу К тому что здесь Задействованы сатанисты Но они там между собой Их трудно разобраться У них очень много кланов Они между собой тоже бодаются Но тем не менее Это конгломерат Который стремится Усидеть Во властных структурах И Манипулировать Паразитировать На всем остальном сообществе Человеческом И ресурсном И вообще на всех ресурсах То есть быть у власти всегда Во все времена Это как минимум 300-400 И может быть даже 500 лет Но 200 лет Это однозначно Здесь на территории Руси По крайней мере На территории земель Которые выходят За пределы Даже Российской империи Потому что Русь Она была дальше Она была всей Европой Но В этом фильме Мы об этом говорить не будем А вот в следующих фильмах Я продолжу свое исследование Еще раз говорю Так что набирайтесь терпения Кстати очень хорошо делать Такие паузы Потому что В эти моменты Как раз выплескиваются Некие провокационные Ролики Или информация Именно для того Чтобы Подергать нервы Общественности Поклонников Юры Шатунова Еще раз поглумиться Это очень хорошо Что они выплескиваются Потому что у них тоже Есть свой ресурс И он не бесконечен У того же Разина Он тоже не бесконечен Он все равно будет Говорить одно и то же Одно и то же Одно и то же И вот эту цикличность Надо поймать всем Увидеть Как водят за нос И это будет хороший урок Для многих Юра же не просто так погиб Ну хотя бы Поумнеть что ли Всем Подняться над этой ситуацией Видеть как манипулируют Вот почему этому Товарищу Все удавалось Кто его крыша Такая огромная До сих пор Да Вот уже Горбачев умер А у него все равно Его все это продолжает Крышевать Кто они такие Это разбирать может Не один человек Это только общество Должно разобраться Кто у них сидит на шее И сосет кровь Веками И как только появляется Значимая личность Человек Который Начинает быть известным Миллионом И вдруг он идет Повестка дня У него совершенно другая С ними не совпадает То есть он на светлой стороне И сразу ему организовывают Вот такую внезапную Непонятную смерть Которую списывают На естественные причины На переутомление Подписывайтесь на все мои каналы Всех вам благ С вами была Галина Конышева До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...